На льду спорткомплекса «Орбита» заканчивается последний матч турнира «Золотая шайба». Ястребы сражаются с авиаторами. Скорости пока у юных хоккеистов небольшие, броски по воротам слабенькие. Ведь мальчишкам всего по 10 лет. Для некоторых из них это вообще первые соревнования по канадскому хоккею. Но у них все впереди, уверены специалисты. Ведь через этот турнир в свое время прошли многие именитые звезды хоккея. Первую «Золотую шайбу» в нашей стране разыграли в далеком 1964 году. Организовал первенство среди детских дворовых команд заслуженный тренер, тренер сборной Советского Союза Анатолий Тарасов. Очень приятно, что сегодня эти традиции живут, продолжаются усилиями руководителей городского округа Самары, усилиями депутатов Самарской городской думы, усилиями Федерации хоккея, городской Самарской Федерации хоккея. Этот турнир живет, развивается и доставляет удовольствие всем участникам и зрителям. В этом году за «Золотую шайбу» сражались две недели 12 команд в четырех возрастных категориях. И впервые за всю историю проведения этого турнира в Самаре все четыре первых места заняли хоккеисты команды «Чайка». Это знаковые события. Это одно из самых ярких событий начала этого года, потому что это турнир по хоккею. Турнир по хоккею среди дворовых команд. И ребята начинают свой путь профессиональных спортсменов именно отсюда. Здесь выявляются таланты, здесь ребята доказывают, кто из них самый лучший. И здесь начинается свой профессиональный народ, чтобы в дальнейшем стать звездой хоккея не только всей России, но и мирового хоккея. Кому достанутся чемпионские титулы, было ясно уже после первых матчей турнира. А вот за два других места на пьедестале почета шла не детская борьба. Команды сражались за победу до последних секунд каждой игры, как профессиональные хоккеисты. Так, два матча закончились в дополнительное время, а еще два с разницей всего лишь в одну шайбу. Всего состоялось 13 встреч. Здесь такое крещение на льду юных пацанов Самары, которые делают свои первые шаги. Для меня и для них, слава богу, такому же излюбленному в спорте, как хоккей-шайбой, где они формируются не просто как спортсмены, формируются как настоящие мужики, формируются с лучшими человеческими качествами. В итоге серебряные и бронзовые медали поделили между собой в разных возрастных категориях команды «Ястрыбы» и «Авиатор», «Титан» и «Медведи», «Меридиан» и «Дублеры-чайки». А самым настойчивым хоккеистам вручили еще индивидуальные призы. Лучший галкипер, защитник, нападающий и бомбардир. А к чаю спортсмены получили целую коллекцию тортов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.